Добрый день, коллеги! Мы начинаем серию видеоуроков по изучению программы FIMAP версии 11.4. Урок первый. Обзор интерфейса пользователя. Интерфейс пользователя включает в себя графический интерфейс, команда FIMAP, стандартные диалоговые окна, инструменты, такие как рабочие плоскости слои, векторы и т.д. Среда моделирования FIMAP состоит из нескольких компонентов. Главное меню, которое содержит группы команд файл, инструменты, геометрия и т.д. Каждый пункт сопровождается выпадающим меню со списком команд. Панель инструментов, которые содержат кнопки дублирующие команды меню. Графического окна, который содержит отображение модели, результаты расчета. В одном сеансе работы FIMAP может быть открыты несколько расчетных моделей. Каждая модель может иметь несколько графических окон, в которых отображаются ее виды. Также имеется окно сообщений, который служит для отображения текста информации, генерируемой во время работы. Статусная строка, который находится внизу и выполняет несколько функций. В частности, в этой строке находится справочная информация о модели. Закрепляемые или плавающие окна. В меню Tools – инструменты. Есть команды, которые предоставляют доступ к закрепляемым панелям. Эти панели обеспечивают расширенные возможности контроля и управления объектами расчетной модели. Панель отображается на экране или скрывается при нажатии соответствующей кнопки меню. При счете в правой кнопке мыши появляется контекстное меню. Состав команд контекстное меню меняется в зависимости от положения курсора. Рассмотрим некоторые команды меню File. Эти команды предназначены для работы с новыми или существующими моделями FIMAP. Они также обеспечивают печать и передачу в другие приложения Windows текста и графической информации. В первом пункте меню находятся традиционные команды Windows программы. Создание новой расчетной модели, открытие существующих моделей, слияние моделей, сохранение моделей. Важными командами являются команды импорта и экспорта данных моделей. Импорт и экспорт обеспечивают взаимодействие программы FIMAP с различными программами анализа. В программе FIMAP возможен экспорт и импорт геометрии, экспорт и импорт расчетной конечной элементной модели в формате выбранного решателя, экспорт и импорт расчетной модели в нейтральном формате, который является текстным форматом и может служить для хранения расчетных моделей и импорт результатов анализа какого-либо решателя. Интересной командой является команда Reboot, которая используется для проверки целостности текущей модели и для уменьшения размера файла после выполнения операций по удалению объектов. Команда выполнения анализа используется для запуска на расчет конечной элементной модели в решателе. Следующий пункт меню инструменты Tools. Команда меню Tools предоставляет средства для проведения разнообразных операций и проверок на модели. Меню Tools делится на шесть основных категорий по следующим типам. Команда отмены и восстановления операций. Команда управления рабочей плоскостью, которая необходима как способ перехода от трехмерного пространства модели к двумерному пространству экрана. Рабочая плоскость также используется при определении двумерной геометрии и операциях с примитивной и сплошных сред. Менеджер объектов вектор и плоскость. Управление закрепляемыми панелями. Меню программирования. Меню размещения кнопок на панели инструментов. Управление параметрами модели и конвертации единиц измерения. Управление вспомогательными объектами. И команда выполнения измерений и проверок. Инструменты измерений measuring tools. Позволяет проводить измерения расстояния между точками длины кривых массовые свойства и свойства сечения. Меню инструментов проверок содержит серию команд, которые необходимы при проверке конечной элементной модели. Эти команды позволяют в частности найти совпадающие объекты и выполнить с ними различные действия. С помощью команды элемент quality можно проверить качество сетки конечных элементов. Команда sum forces позволяет вычислить равнодействующие приложенных нагрузок. Создание геометрических объектов выполняется в меню геометрия. Геометрия является компонентом модели, необходимым для построения конечных элементных сеток. К объектам геометрии могут быть приложены нагрузки, наложены граничные условия. Кроме того, с помощью геометрических объектов можно создавать соединения объект и коннектор. В программе FIMAP имеются средства создания геометрических объектов от точек до сложных трехмерных твердотельных объектов solid. Меню геометрии разделено на секции, каждая из которых включает в себя команды создания соответствующих объектов точек point, линий, caps, поверхностей, surface, граничных поверхностей, boundary surface, срединных поверхностей, mid surface, объемов, solid. Кроме того, есть команды создания геометрии копированием, радиальным копированием, масштабированием, вращением и отражением. Создание соединений. Меню connect. Объекты типа коннектор соединения это удобное средство анализа конструкции. С помощью объектов коннектор можно склеивать компоненты расчетной модели, моделировать контакт, в том числе движущихся частей, задавать предварительную затяжку в болтовых соединениях. Команда меню connect используется для создания подобных соединений. При этом требуется, как правило, задание нескольких объектов, необходимых для создания условий их работы соединения. Свойств, connection property, регионов, connector region и собственное соединение коннектор. Объекты болта регион необходимы для задания предварительной затяжки болтов. Использование объектов connector при анализе склеенных конструкций, контактных задач и преднапряженных конструкций служит альтернативой традиционному подходу с применением элементов RBE, GAP или slide line элементов для моделирования контакта, либо с применением температурного нагружения для моделирования на тягу болтах. Создание объектов расчетной модели. Меню модул. Меню модул обеспечивает доступ к командам создания объектов конечно-элементной модели, в том числе локальных систем координат, узлов, элементов, материалов, свойств конечных элементов, пакетов слоев укладки композитов, нагрузок, граничных условий или закреплений, настройки параметров анализа, задание условий оптимизации, создание модели для выполнения анализа рупругости, команду создания функций. В меню также включены обширные средства манипулирования наборами выходных данных результатами. В меню mesh сетка сосредоточены команды для автоматизированного создания сетки конечных элементов и редактирования. Эти команды можно разделить на 5 групп. Создание сетки конечных элементов с использованием геометрии. Создание сетки конечных элементов без использования геометрии. Переразбиение и редактирование сетки. Создание сетки путем копирования и создание сетки путем выдавливания вдоль образующей, вращения и смещения. Средством модификации сетки также находится в меню модифай. При построении сетки на основе геометрической модели необходимо последовательное и посогласованное выполнение команд меню mesh control и mesh geometry. Создание сетки на геометрической модели состоит из двух шагов. На первом шаге с помощью команд меню mesh control геометрическая модель подготавливается к избиению. Назначаются размеры конечных элементов. Атрибуты свойств геометрических объектов. Назначаются места сгущения и разрежения сетки. На втором шаге с помощью команд меню mesh geometry в соответствии с задными параметрами разбияния производится генерация сетки конечных элементов. Следующая группа команд обеспечивает средство автоматизированного создания сеток без использования геометрии. Эти команды также могут быть полезны при определенных обстоятельствах. Группа команд модификации сеток дает возможность улучшать сетку, измельчая, укрупняя, сглаживая или переразбивая выбранные элементы. Группа команд копирования сеток позволяет создавать дупликат узлов элементов. И наконец команды выдавливания, вращения и вытягивания. Команды этой секции позволяют преобразовать одномерную сетку в двумерную, двумерную в трехмерную. Мощные средства создания сеток находятся также на плавающей панели Meshing Toolbox. Модификация объектов модели выполняется в меню Modify. Команды этого меню предназначены для редактирования объектов модели. Все команды могут быть разделены на четыре специфических области в зависимости от их назначения. Операции с перемещения объектов. Редактирование объектов модели и расширенные средства модификации объектов. Операции перемещения. Когда вы перемещаете геометрический объект или объект конечной элементной модели, все объекты которые на него ссылаются также будут перемещаться. Команды перемещения могут быть разделены на несколько категорий. Проектирование на плоскость, смещение, поворот, выравнивание и масштабирование. Редактирование параметров модели. Первые три под меню этой секции содержат команды, позволяющие редактировать объекты модели. Команда Renumber позволяет перенумеровать объекты модели. Команда Ассоциативность позволяет установить соответствие между объектами конечной элементной модели и геометрией. Команда под меню Update Elements и Update Other выполняет модификацию одного параметра для множества элементов конечной элементной модели или элементов геометрии. С помощью команды Update Elements можно, например, изменить тип, свойства, ориентацию дольных элементов. С помощью команды Update Other можно, например, изменить систему координат узлов. Команда Menu List предназначена для вывода информации о свойствах модели и результатах расчета в окно сообщений или в файл. Вывод результатов расчета выполняется командой в меню Output, которые позволяют создавать сводки результатов в различных форматах. Как я уже сказал, вывод информации может выполняться в окно сообщений или в текстовый файл, который назначается командой Destination. Удаление объектов модели. Меню Delete. Меню Delete открывает доступ к командам удаления объектов модели. Могут быть удалены все объекты модели, геометрические объекты, конечные элементы объекты, результаты и т.д. При удалении объектов нужно иметь в виду, что программа FIMAP сохраняет целостность базы данных модели, защищая от удаления объекта, на которую ссылаются другие объекты модели. Операция из группы объектов модели выполняется командой в меню групп. Эти команды предназначены для создания групп объектов модели по различным признакам, с тем, чтобы в дальнейшем можно было ими оперировать, например, при выборе объектов и их отображении. Для данной модели показаны две группы. Группа WING, мы отображаем отдельная группа крыло и группа NO MASS, группа объектов модели без элементов типа массы. Управление отображением модели в графических окнах осуществляется командами меню VIEW. Меню VIEW разделено на пять секций. Первая секция содержит команда, относящаяся к созданию, активизации, манипуляции видами. Команды второй секции предназначены для выбора вида и его параметров. Здесь находится наиболее часто используемая команда FIMAP. Команда VISIBILITY, видимость, команда SELECT, команда OPTIONS. Команда VISIBILITY позволяет управлять видимостью объектов модели отображения меток объектов, групп, слоев. Команда VISIBILITY позволяет управлять опциями отображения моделей и результатов, такими как удаление невидимых линий, включение и выключение отображения результатов, анимации и тому подобное. С помощью команды VIEW OPTIONS, горячие клавиши V6, обеспечивается управление опциями отображения объектов модели и управление опциями постпроцессора. Подменю VIEW ADVANCED POST обеспечивает расширенные возможности отображения параметров модели и результатов, в том числе анимационные возможности. Управление отображением модели в графических окнах обеспечивается командой меню VIEW. Команда этого меню используется для создания и управления размещением графических окон на экране. Данная команда работает в сочетании с командами меню VIEW. Меню VIEW разделено на пять секций. Первая секция включает в себя команда манипулирования окнами видов, вторая содержит команду размещения окон, четвертая секция содержит команду перерисовки, восстановления окна и также выделения определенных объектов в активном окне. На этом мы завершаем обзор интерфейса команд FIMAP. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...